Привет, дружище! Ну что, ты можешь меня поздравить, себя поздравить, потому что сейчас выходит... Подожди, так, ты приготовился? А ну-ка, быстро там шампанское открыл, короче, налил в бокал, вот, потому что реально сейчас просто очень важный момент, понимаешь? Это история, на ваших глазах творится история, потому что сейчас выходит самый оперативный, самый, скажем так, информативный обзор Розалинды во всём мире, понимаете? И я самый первый выпускаю обзор на Розалинду, блядь. Так, всё, там чокаемся, вот, у меня бокала нету, ребят, у меня бокала нету, у меня вот есть этот, короче, вот, я с вами чокнулся минеральной водой. Я знаю, вы ждали. Это видео наберёт 50 тысяч просмотров, потому что обзоров на Розалинду больше нигде нет. О боже, божечки, божечки. Так, ладно, давайте, если серьёзно говорите, сегодняшнее видео не будет претендовать на какую-либо информативность, тем более на какую-либо оперативность. Я вам попытаюсь чуть позже объяснить, почему. Ну, возможно, возможно, я, конечно, не уверен, но для кого-то это видео будет интересно. Так, усаживаемся поудобнее, давайте начинаю рассказывать. Во-первых, я нахожусь на Антохином аккаунте. Анто ВК, вот, 527 тысяч силы, он находится в гильзии под названием Voice of Freedom, да, информацию вы видите на своих экранах, можете, если что, вступать. Ребятушки, пишать, писать, Серёге. Хороший парень, хороший лидер, знаю его лично. Так, и смотри, прикол, да, этот ранг закрывает ник игрока, ну, достаточно странная ситуация. Блин, разработчики-кассипоры. Так, по поводу Розалинды. Понимаете, я в первый раз, вот уже сколько вышло обновлений, я не знаю, сколько недель прошло, вот я сейчас первый раз своими ручонками, грязными ютуберскими, дотрагиваюсь до данного героя. Я не снимал ни знакомства на Тайване, да, с этим героем, я ничего не снимал, никаких обзоров, я не интересовался данным героем. Я был в полном вакууме по поводу вот этой всей, скажем так, херобора. Давайте попытаюсь объяснить, почему я и сам задумался перед видео, почему так получилось. Конечно, возможно, это связано с тем, что в последнее время я был немножко далёк от жизни Битвы Замков. Но я думаю, что нет, основная причина, основная причина, я чисто подсознательно психанул. Я подсознательно психанул по поводу того, что разработчики за одно обновление добавили сразу двух героев. И причём одного героя добавили по стандартной, скажем так, истории, А второго героя добавили, который будет выпадать в новой локации, да, в очень нужной новой локации, которая нам определённо, скажем так, всем понравилась. И там нам совсем не скучно играть и драться. И эта новая локация называется Испытание Хранителей. Я бы её сейчас показал, если бы не было в падлу искать, где у Антохи стоит, скажем так, кристалл с древними испытаниями. Но мы и так прекрасно в конечном итоге поняли, что... Я скажу не так. Я скажу не так, друзья. Наши надежды о том, что разработчики в коем-то веке выпустили героя, которого можно получить не только за донат, но и, в принципе, за выполнение каких-то ачивок в игре, соревновательный процесс, бла-бла-бла. Наши надежды об этом разбились. Наши надежды разбились о том, что, как бы, этот герой будет эксклюзивен для какой-то локации, что его даже не каждый донатер сможет получить, и этого героя продавать не будут. Наши надежды разбились. Понимаете? И, наверное, чисто на подсознательном уровне я забил свой прибалтийский болт на все это дело. Вот скажу я вам так. Наверное, это будет честно. Сегодня мы, конечно, побегаем по каким-то локациям, но при том, что уже на ютубе огромнейшее количество видосов по поводу Розалинды, я думаю, что мои тесты никому будут неинтересны. Я просто где-то там что-то его выпущу, горну, как это все выглядит. Чисто для себя получу какие-то эмоции. Расскажу вам мои впечатления. И самое главное, расскажу вам впечатления моих подписчиков, у которых есть данный герой, потому что многие на стриме писали по поводу Розалинды, вот, и Антохины, там, Челсика впечатления по поводу данного героя расскажу. А вы уже сами подумаете, стоит ли его покупать или как бы забить болт. Вообще, изначально разработчики, наверное, выбрали самый такой отвратный, мразотный путь добавления данного героя. То есть, нам добавили, ну, огнекрыло совсем недавно, на самом деле же, добавляли. Ну, может быть, и не недавно. Ну, то есть, они выпустили сразу двух героев, причем одного за донат, который мы покупаем непосредственно на базаре, да. Ну, это, блин, ну, это такое себе. Я бы еще понял бы, и, возможно, даже как донатер обрадовался, вы можете меня дизлайкать сколько хотите, но, тем не менее, у меня есть и бездонатный аккаунт, а есть у меня и донатный аккаунт, в который я вложил очень много денег. И я бы обрадовался бы и не засирал бы разработчиков, если бы они добавили здесь новых ачивок за донат. Потому что, во-первых, они уже давно устарели, закончились, миллионы самоцветов куплены. Если бы Розалинду давали, скажем так, вот за ачивки донатные, я бы еще это воспринял бы, ну, нисколько позитивно, но как саморазумеющийся факт. Потому что, по сути, когда-то тех героев, которых давали вот за донат в этой ачивке, они были ценными. Ну, если не считать разрушителя. Когда-то Шапка просто там конкретно помогала. Когда-то, да даже и сейчас, Минос, извините, Минос это Минос. Многие до сих пор ходят на битву гильдии Миносом и не обламываются, и не сливаются. И было бы классно, если бы добавили какого-то более-менее ценного героя в ачивку за донат. Или хотя бы просто донатных плюшек туда добавили. Потому что раньше ты, когда поначалу донатил, ты такой думаешь, вот мне сейчас что-то там на халявушку дадут. Сейчас такого ощущения нет. Вот это я воспринял бы еще более-менее позитивно. Но нет, вот самый, вот который могли разработчики выбрать, они выбрали самый мразотный путь в этом плане. Давайте теперь перейдем непосредственно к самому герою. Не забываем ставить лайки или дизлайки. Не забываем писать в комментариях ваше мнение по поводу этой всей херни. В особенности, если вы хозяин Розалинда, у вас есть данный герой, напишите. Я думаю, многим подписчикам будет интересно почитать ваше впечатление о данном герое. Вот. И не забываем по ссылочкам в описании качать игрухи. Я буду становиться богаче. Ух, быстрее выплачу долги за машину. Уху! Так, ладно. Короче. Ну, нас же вы могли понять, что не обзор, но тем не менее. Как и обычно, любой новый герой, целая хурма написана по поводу его умения. И без бутылки тут уже, как говорится, не разобраться. То есть, мы прекрасно понимаем, что этот герой, сука, хорошо должен дымажить. И сука хорошо должен жить. И в принципе, он, скажем так, наших пониманий и впечатлений не разочаровывает. Наносит урон целям вокруг себя, равным 460% атаки, плюс 12% максимальной атаки. Здоровье цели в течение 5 секунд. Цока, а Розалинда получает на 70% меньше урона, обладает иммунитетом к оглушению и страху. А также каждые 3 секунды восстанавливает 30% от ее максимальное здоровье. Вот ты читаешь это умение и думаешь, блядь, Розалинда, ты не прихуела там немножечко? Ну, как бы у тебя там все хорошо, да? Там, типа, блядь, губа не дура, да? Я понимаю, все окей у нее. Так, слушай, я тут обещал, что теперь, когда буду делать какие-то обзоры, буду зачитывать, скажем так, биографию героя. Поржем с того, что там написали разработчики. Ладно, Розалинда. Во-первых, во-первых, слушай, скин на нее, конечно, красивый и прикольный. Но она тут конкретно так меняется. Ну, тут понятно, да? Но скин, ну, скин мне нравится. Многим не зашел, но мне скин на нее нравится. Кстати говоря, скорость атаки у нее выше среднего. Средняя у нас по палате 1200, то есть один удар происходит раз в промежутком 1,2 секунды. Здесь конкретно раз в секунду, чуть быстрее она, чем остальные большинство героев. Ай, блядь, ну да ладно, биография, о боже, здесь уже не поскупились разработчики. Рожденная среди аристократов, Розалинда прославилась благодаря ее красоте и знанию военного дела. Несмотря на молодость, она уже добилась крупных побед, которые обеспечили ей место в истории. Ее головокружительная военная карьера в столице стала предметом зависти многих генералов. А ее красота – причина восторженных взглядов еще большего количества поклонников. На поле битвы она элегантна и опасна, словно роза в окружении шипов. О божечки, о божечки, как же круто написано. Мне реально жалко разработчиков, адаптаторов русских, которым нужно каждый раз какую-то херобору придумывать по поводу нового героя здесь писать. Ну, если бы у меня была возможность, я бы там угорал по полной. Я бы написал бы «Это самая прославленная проститутка в городе Москва! Она запомнилась клиентам тем, что подсыпывала им клофелин!» Ладно, ладно, ладно. Ребята, не буду я проявлять свои, скажем так, неуместные попытки пошутить. Ну, как бы, ну, как она и есть. Давай дальше. Где-то она тут стоит, да, Розалиндочка? Давай, давай, посмотрим на эту телочку. Ну, слушай, ну, она прикольная. Она и по умению прикольная. Когда ты просто читаешь ее умения, она прикольная. Она выглядит прикольной. Она, понимаешь, на поле боя прикольная. Она, скажем так, со своим скином она тоже прикольная. Но она реально классная. Типа, ну, такая позитивная герой. И мне очень жалко, что, ну, к примеру, они могли бы в этом обновлении добавить Трифиду, да? А в следующем обновлении добавить Розалинду. Ну, как бы, она крутая, да, но я не знаю. Я не знаю, она годится на роль донатного героя, которого не все игроки могут получить. Я думаю, что нет. Потому что, смотрите, в чем фишка. Когда добавлялся любой донатный герой, ну, если не считать Разрушителя, ну, вот даже Акционы, если мы будем говорить по поводу драконов, ребята, когда добавлялся любой донатный герой, это был фурор. То есть, поначалу, то есть, даже когда добавлялся дракон, все такие, бля, теперь без дракона мы не можем пройти тута-тута волну. Это невозможно. Нужен дракон, без дракона никуда, понимаешь? Добавлялась потом Арктика. Блин, я в Арктику, помню, влюбился. Тоже казалось, что без этого дракона невозможно жить. Добавлялся Вальтор. Та же ситуация, имба, прям там на битве гильдии можно было всех разрывать, ходить там дальниками с Вальтом и на защиту, и на атаку. Добавлялся кто там? Некрос, ну, Некрос, это просто, это, там, знаешь, одним Некросом можно было всю базу пройти. Огнекрыл? Ну, в принципе, тоже. В принципе, тоже, потому что, когда Огнекрыл добавился, было очень много разговоров. Блин, суки, там, Огнекрылов на покупали, ни алтарь не отбить, там, на битве гильдии одно. Ну, то есть, Огнекрыл тоже, у тебя появляется Огнекрыл на аккаунте, ты такой, ваааа, дааааа! Понимаешь, ты начинаешь кайфовать, а твои противники начинают горевать. Это сейчас-то понятно, Огнекрыл там потихонечку теряет свою актуальность, но все-таки, даже когда Огнекрыл добавлялся в игру, несмотря на наличие, там, таких героев, как, не знаю, там, какая-нибудь Фрея, да, еще чего-либо, вот. Хотя не помню же Фрей или Огнекрыл раньше появился в игре Но тем не менее, это было круто Добавили Розалинду Она также за донат Ее, скажем так, позиционирование со стороны разработчиков абсолютно непонятно Вроде как бы и донатная Вроде как бы и да Вроде как бы и нет Вроде как бы имба Вроде и не имба Вроде крутая Вроде как бы, ну его нахуй ее покупать за 40 тысяч рублей Понимаете? Понимаете? Абсолютно непонятное позиционирование героя И явная Явная картина того, что разработчики просто необдуманно решили на ней заработиться Хотя я думаю, этот герой хорошо бы пошел бы непосредственно Непосредственно и для следующей обновы С каким-то супер-мега-редким шансом выпадения Это было бы на самом деле, ребята, круто Потому что нету такого хайпа Нету таких обсуждений больших Как добавление предыдущих каких-то драконов И да, я конечно мог бы поставить строку доната Вот собираем на Розалинду Но как бы особого желания нету Да, герой классный Она хорошо живет Она, блин, хорошо дымажит Для ПВП локаций Ребята ставят руну ремку То есть стандартная история, да Ремочку рунами ставят Основным талантом ставят большинство Священный Огонь Если ты там ее используешь где-то в других локациях Не ПВП локациях То ты ставишь тогда, скажем так, Священный Огонь Оставным талантом Порочный пакт Ты ставишь, скажем так, эмблемами И она начинает просто мега-мега дымажить То есть она хорошо рубит вражеских героев Она универсальна Ты ее можешь использовать во всех локациях Даже некоторые берут ее и нападают ей на битве гильдий На этом аккаунте, конечно, данных вещей не происходит Но она может использоваться как и на защите Так и при нападении на битве гильдий Я не говорю, что так правильно Но так некоторые ребята делают И, как бы, вот сколько по комментариям, да Вот на ютубе моих подписчиков Все говорят, да, герой стоящий, герой хороший Но это не Агни Кридул, не Некрос И вот такое вот, понимаешь? И, как бы, вот непонятно По поводу самого героя Блин, ну классно Хотелось бы мне его на аккаунт Хотелось бы Использовал бы я ее во всех локациях Использовал бы По поводу атаки фартов пока не знаю Атака фартов пройдет только завтра Но для вас уже сегодня Потому что видос выйдет чуть позже Ну, тогда узнаем, как она себя проявит на атаке фартов Средняя цена, за которую сейчас продают Готовы нам отдавать разработчики Вот чисто средняя Если там не заморачиваться, не хитрить Не подбирать, искать акции и так далее А вот ты увидел, к примеру, осколки продаются данной героине Да, там какие-то вот эти вот новые сумки В целом цена, наверное, около 40 тысяч рублей Стоит ли этот герой данных денег? Я думаю, что нет Если бы я ее и купил Я бы дождался того момента Когда ее начнут продавать намного дешевле И я думаю, что этот момент У нас станет намного быстрее Чем, к примеру, с тем же Огнекрылым Хотя многие из нас говорили, что Огнекрыло Несправедливо начали продавать Очень быстро За копейки С этим героем будет еще быстрее То есть Логика разработчиков непонятна Герой крутой Вот Вам бы посоветовал Кто еще не приобрел данного героя Подождать хотя бы Чтобы ее можно как-нибудь там за 20 тысяч По-хитрому вырубить За 15, за 10 Ну, за 40 тысяч Ну, вот если к вам конкретно Вот она Вот вам не терпится, да? Вот вам не терпится Вот тогда, да, базара ноль А ну, как бы, она будет стоить этих 40 тысяч рублей Если ты хочешь здесь и сразу Но Как бы Я бы посоветовал Немножко подождать Потому что Я ничего не могу сказать Плохого героя Герой классный Универсальный Но, чтобы вот Супер, типа, мастхев Чтобы его там вот Все обсуждали, блядь Типа О, жопа В алтаре поставили Розалинду Не могу ничего сделать Ой, на защите поставили Розалинду Ничего не могу сделать Там, ну, ну, нету Таких разговоров Понимаете? Ну, нету Ну, как бы, вот так вот Ну, она классная Вот мне Многие засирают скин данного героя Вот скин говно, типа Вот Без скина она выглядит Куда лучше А мне вот наоборот Мне вот наоборот нравится Седые волосы Такая Ну, типа, белые волосы Там Макияж фиолетовый Такой, ну, свет Ну, так Ну, она прикольная Понимаешь? Она классная Ну, а здесь просто Как и любой другой герой Обвешиваемся этим говном Непонятным С бразильского маскарада А тут, ну, вот Прям пусечка Понимаешь, пусечка И без всяких этих Сердечек галимых Даже меч Выглядит еще круче Слушай Слушай, друг Тут А, подожди А тут А, тут видишь уже Эффекты облика Облика прокачаны На 9 и 10 А, тут, наверное Уже с прокачкой Все показывается Тут неизвестно На самом деле Вот Ну, я не знаю Может, напишите в комментариях По бонусам Что происходит, да? По бонусам Что происходит Когда ты просто покупаешь скин Тут уже прокачан На 9 уровень Короче, вот такой вот У нас вышел Недообзор Розалинды Это просто Мое мнение По поводу героя Оно на самом деле Наверное, уже вторично Как-то супер Ее тестить Я и не собирался Изначально Потому что Таких видосов Полно Я просто Высказал свое мнение И пока что Далее касаться Данного героя Я, наверное Не буду Хотя, может быть Стоило бы ее купить Конечно Это вот Недостающий герой Скажем так На моем Аккаунте Вот Ну и все стандартно Талантик на защиту И погнали воевать Пожелаю вам Огромнейшей удачи Спасибо, кто досмотрел данное видео до конца И поставил лайк Не забываем подписываться Вас много Кто без подписки смотрит Всем пока, друзья